История развития Нового года, его символики и ключевых образов. Часть вторая. Отдухотворение и почитание деревьев, вера в то, что деревья, впрочем, как и все растения, являются живыми существами, в которые перешли души умерших, и что боги выбирают себе те или другие деревья для того, чтобы жить в них, издревле было свойственно всем народам. Переселившись в дерево, духи защищают человека от злых сил и неблагоприятных природных явлений. В космогонических мифах, то есть в мифах, объясняющих происхождение и устройство мира, у всех народов существует образ мирового дерева, где оно рассматривается как опора, обеспечивающая стабильность миропорядка. Организация мира свершилась благодаря превращению мирового дерева в космическую опору. У ряда европейских народов во время рождественского сезона издавна использовалась рождественская или святочная полена. Громадный кусок дерева или пень, который зажигался на очаге в первый день Рождества и понемногу сгорал в течение 12 дней праздника. Согласно распространенному верованию, бережное хранение кусочка рождественского полена в течение всего года защищало дом от огня и молнии, обеспечивало семье обилие зерна и помогало скотине легко выносить потомство. В качестве рождественского полена использовались обрубки стволов ели и бука. Характерное для всех народов почитание деревьев, зажигание на них огней и украшение их, а также представление о ставшем основой миропорядка мировом древе, вариантами которого являются древо жизни, древо познания добра и зла и чудесное дерево, и послужили основой возникновения обычая рождественской елки. У восточных славян, а затем у русских, особо почитаемым деревом стала береза, хотя предметом поклонения бывали и деревья других пород – дуб, сосна, ель. Это может удивить, но ель традиционно считалась на Руси деревом смерти, о чем сохранилось множество свидетельств. О том, где и когда елка впервые была использована в качестве рождественского дерева, существует множество мнений. По одним сведениям, это случилось в Льзасе в первой половине XVI века. Однако чаще всего начало использования ели как символа Рождества связывают с именем знаменитого немецкого реформатора Мартина Лютера, хотя в XVI веке этот обычай еще не получил на территории Германии широкого распространения. Окончательно на территории Германии рождественская елка была освоена только к середине XVIII столетия. В этой стране праздник елки считался днем семейного детского торжества, который в памяти ребенка должен был запечатлеться как день милосердия, добра и всепрощения. Первоначально елка устраивалась в доме только для членов одной семьи и предназначалась детям. Интимность, домашность праздника с рождественским деревом поддерживалась и в русских домах. Освоенный обычай к началу XIX столетия начинает распространяться по другим странам Европы. В России обычай новогодней елки ведет свое начало с Петровской эпохи. Мнение о том, что елка как новогодний символ первоначально сделалась известной в Москве с половины XVII века и устраивалась в немецкой слободе, где с ней ознакомился юный царь Петр и откуда она была перевезена в Петербург, похоже, не имеет под собой никакой реальной почвы. Лишь по возвращении домой после своего первого путешествия в Европу Петр I устраивает, по словам Александра Михайловича Панченко, экстралегальный переворот вплоть до перемены календаря. Однако к будущей рождественской елке указ Петра имел весьма косвенное отношение. Во-первых, город декорировался не только еловыми, но и другими хвойными деревьями. Во-вторых, в указе рекомендовалось использовать как целые деревья, так и ветви. И, наконец, в-третьих, украшения из хвои предписано было устанавливать не в помещении, а снаружи, на воротах, крышах трактиров, улицах и дорогах. С елкой, как с ритуальным атрибутом рождественской обрядности, мы встречаемся в России в начале XIX столетия. На этот раз встреча с ней состоится уже не в Москве, а в северной столице. Приток немцев в Петербург, где их было много с самого его основания, продолжался и в начале XIX века. Вполне естественно, что выходцы из Германии привозили с собой усвоенные на родине привычки, обычаи, обряды и ритуалы, которые тщательно сохранялись и всячески поддерживались ими на новом месте жительства. В русской печати первых десятилетий XIX столетия об этом обычаи сообщалось с подробностями, характерными для описания особенностей чужой культуры. В середине XIX века немецкий обычай прочно вошел в жизнь российской столицы. Само дерево, использовавшееся в качестве непременной и главной принадлежности детского семейного праздника Рождества, первоначально известное лишь под немецким названием Weihnachtsbaum, первое время называлось рождественским деревом, что является калькой с немецкого. Вскоре оно получает имя елки, которая закрепляется за ним навсегда. Первая публичная елка была устроена в 1852 году в Петербургском Екатеринговском вокзале, возведенном в 1823 году в Екатеринговском загородном саду, который, несмотря на то, что тон здесь задавала аристократическая публика, предназначался для народных гуляний. Вместе с изменением эстетического восприятия елки менялось и эмоциональное отношение к ней. Если Александр Сергеевич Пушкин называл ель печальным тавро северной природы, то со второй половины XIX века она все чаще начинает вызывать восхищение, радость и восторг. Изучая данный материал, я решила провести опрос среди своих знакомых. Предлагалось ответить на вопрос, какая новогодняя ель, по их мнению, лучше, искусственная или живая. Из 25 человек, 7 выбрали живую, а 18 искусственную. Среди критериев оценки самыми популярными были долговечность и осыпание иголок. Как мы все знаем, Дед Мороз, старый дед в одежде серебристой, строит снежные терема, палаты и дворцы, дарит детям ясный зимний день, снеговые горы, ледяную речку, чтобы они резвились и смеялись день-деньской от дедовских затей. Он добрый волшебник, создающий условия для полноценного и здорового детского досуга, катания на коньках, санках, лыжах, игр в снежки и прочего. К началу XX века образ Деда Мороза окончательно оформился. Он функционирует, как игрушка на елке, главная фигура, стоящая под елкой, рекламная кукла на витринах, персонаж детской литературы, маскарадная маска, даритель елки и подарков. В литературе образ Мороза мифологизируется по двум направлениям. С одной стороны, согласно поэме Николая Алексеевича Некрасова «Мороз, красный нос», где Мороз представлен злой силой, любящей кровь вымораживать в жилах и мозг в голове леденить, он изображается как зловредный атмосферный дух, которому приписывается способность оказывать пагубное воздействие на человека. С другой стороны, преимущественно в поэзии для детей, зарождается его положительный двойник, главной функцией которого становится формирование здоровой погоды и сотворение зимних волшебств, предоставляющих и детям, и взрослым возможность веселиться, развлекаться, закаляться на лоне природы. Одновременно и независимо от литературного образа Мороза, в городской среде возникает и развивается мифологический персонаж, заведующий елкой и, подобно самой елке, первоначально заимствованной Запада. В ходе переориентации елки на отечественную почву и создания псевдофольклорной елочной мифологии и произошло оформление Деда Мороза. Этот персонаж формировался в процессе поисков ответов на детские вопросы. Откуда в доме берется елка? Кто ее приносит? Кто дарит подарки? Персонаж, которому дети были обязаны елкой и подарками, выступает под разными именами. Процесс унификации имени растягивается на несколько десятилетий. Старый Руприхт, 1861 год. Единичные случаи, указывающие на немецкую традицию. Святой Николай или Дедушка Николай, 1870 год. Вариант отбрасывается рано, поскольку у русских Никола в роли дарителя никогда не выступал. Санта-Клаус, 1914 год. Только при изображении западных елок. Просто старик, живущий зимой в лесу. В борьбе за имя победителем оказался Дед Мороз. Аналога этому имени нет ни одного западного елочного персонажа. Предпочтение, отданное Деду Морозу, нуждается в объяснении. В восточнославянской мифологии Мороз – существо уважаемое, но и опасное. Чтобы не вызвать его гнев, обращаться с ним следовало осторожно. Прося не губить урожай, его задабривали. Им пугали детей. Но наряду с этим он выступал и в функции приходящего в сочельник деда, то есть умершего родителя, предка. Елочный персонаж тем самым получил синонимически удвоенное имя. Введение в составную его часть термина «родства» свидетельствует об отношении к Деду Морозу как к старшему в роде, что, возможно, и спровоцировало признание за ним по родственному близкой его связи с детьми. Наряду с Дедом Морозом Участником современного ритуала детской новогодней елки является Снегурочка. Как и любой мифологический персонаж, она характеризуется определенными свойствами и устойчивыми признаками. Это очаровательная, приветливая, веселая и шаловливая девочка или девушка в белой одежде, приходящая к детям на новогоднюю елку из лесу. Мифологические персонажи бывают единичными, существующими, так сказать, в одном экземпляре, как, например, водяной, а могут представлять собой коллектив одинаково ведущих себя существ, как, например, святочницы или русалки. С этой точки зрения Снегурочка единична. Она, подобно Деду Морозу, чудесным образом успевает побывать на всех детских елках. Восстанавливая историю формирования образа Снегурочки как литературного героя и как мифологического персонажа, обратимся к его источникам. Если одним из прообразов Деда Мороза явился восточнославянский обрядовый мороз, то образы Снегурочки в русском народном обряде не зафиксированы. Отсутствует она и в искусственно структурированной мифологии XVIII века. Однако в фольклоре образ Снегурки, Снегурушки, Снегурочки есть. Он известен по народной сказке о сделанной из снега и о жившей девочке. Образ Снегурочки также был раскрыт в пьесе Александра Николаевича Островского и опере Петра Ильича Чайковского и начал развиваться в поэзии. В стихотворениях символистов все чаще начинали встречаться лики некой снежной девы. Параллельно со снежными девами и Снегурочкой во взрослой поэзии образ этот разрабатывался и в детской литературе. С начала XX века Снегурочка или Снегурка все чаще и чаще привлекают внимание писателей и поэтов, пишущих для детей. Становясь тем самым для маленьких читателей знакомым и понятным образом, обретая характерный облик и психический склад. Закреплению иконографии Снегурочки в значительной мере способствовало изобразительное искусство. В книгах и иллюстрированных журналах постоянно воспроизводились скульптура Владимира Александровича Беклемишева «Снегурочка» и картина Виктора Михайловича Васнецова «Снегурочка». Важную роль в популяризации этого образа играли и разнообразные драматические постановки. Если образ Деда Мороза успел оформиться в мифологического персонажа и войти в сценарий детских елок еще до революции, то со Снегурочкой этого не случилось. Возможно, Дед Мороз опередил Снегурочку потому, что у него оказались западноевропейские двойники, в то время как Снегурочка в этом отношении оказалась уникальной, существующей только в русской культуре. Мы являемся свидетелями активного процесса изменения и усложнения образов Деда Мороза и Снегурочки. Их функции в рождественско-новогоднем ритуале, и не только в нем, меняются с каждым годом. К чему этот процесс в конце концов приведет, покажет только время. При составлении данной видеолекции я использовала следующую литературу. Книгу Евгения Васильевича Иванова «Новый год и Рождество в открытках» и книгу Елены Владимировны Душечкиной «Русская елка. История, мифология, литература». На этом мой рассказ подходит к концу. Желаю всем счастливого Нового года! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова